Тихоречане хорошо знают дорогу к храму Святой Блаженной Ксении Петербургской. Автобус из города довозит прямо к вратам духовной обители, на которых написано «Ксения Блаженная, моли Бога о нас». 6 февраля ехали сюда и на автобусах, и на личных авто, и на велосипедах, и даже пешим ходом. Накануне на службу на престольный праздник, который проводится в честь памяти Святой Блаженной Ксении Петербургской, приехали даже паломники, около 40 человек, из разных районов Кубани и других городов. Мы в этот храм приходим со своей болью, со своей радостью, с Ксенишкой все это разделяем. Очень приятно, что в этот праздник, к нам на престольный праздник Ксенишки, приехало много паломников, много батюшек присутствует. Вера и казачество неразделимы, мы всегда ходим. Мы в этот храм и храм Свято-Успенский обязательно помогаем. Сегодня великий праздник, поэтому мы присутствовали и на службе, и участвуем в охране общественного порядка, и наши же казаки будут участвовать в крестном ходе. Тепло и заботливо принял у себя гостей Тихорецкий храм. Паломников расселили на ночь по квартирам, приготовили трапезу. С благоговением молились в этот день прихожане. Храм был полон, несмотря на будний день. Еще бы, для сотен и тысяч тихоречан и гостей города, храм Святой Блаженной Ксении Петербургской давно уже стал местом духовного очищения и просветления, местом искренней молитвы и благодарности Богу за земную жизнь. Ксения Петербургская – одна из самых любимых русских святых. Иконы ее не редкость в православных домах. Часто просят у Ксеньюшки помощи, если в семье неладной или когда ищут достойного спутника жизни. Бывает молятся о детях, в исцелении больных. Просят страждущие православные каждый о своем. И через иконку свою дарует блаженная Ксения исцеление. Многие прихожане ведут в храм детей. Она нам всегда помогает во всех наших бедах, невзгодах. И в радости. Мы к ней все преклоняемся. Мои дети, внуки и я в том числе. Поэтому сегодня пришли помолиться ей, поставить свечечки, сказать ей большое спасибо, что она есть у нас. А что вы будете с бабушкой делать в храме? Молиться. Молиться. И свечки ставить. И свечки ставить. Ксеньюшки. Ксеньюшки. Да будет вам по вере вашей, говорит священнослужитель. По словам отца Петра, настоятеля храма Кропоткинского, приехавшего специально на службу в честь святой блаженной Ксении Петербургской, небеса слышат только искреннюю молитву, идущую из глубины души. А если человек автоматически произносит слова молитвы, думая в это время о чем-то материальном, пользы от такой молитвы мало. Святая Ксения по отчеству Григорьевна была женой полковника Андрея Федоровича Петрова, служившего придворным певчем. 26 лет Ксения вдовела и, казалось, лишилась ума от горя. Она раздала свое имущество бедным, оделась в одежды покойного мужа и, как бы забыв свое имя, называла себя именем своего покойного мужа Андреем Федоровичем. Эти странности не были связаны с потерей рассудка, а лишь означали полное презрение к земным благам и человеческому мнению, ставящему эти блага в центр бытия. Так Ксения Петербургская взяла на себя тяжелый подвиг юродства Христа ради. Если Ксения входила в чей-либо дом, это считалось хорошим признаком. Русские люди вдумчиво относятся к истине взаимодействия небесного и земного мира и уже второй век поминают Блаженную Ксению в своих молитвах. Вокальный ансамбль храма Святой Блаженной Ксении Петербургской под управлением тихорецкого композитора-аранжировщика Сергея Алиманова проникновенно исполняет песню о Ксении Блаженной на слова Валентины Ануфриевой. Песня «Семья Блаженная» Песня «Семья Блаженная»